Прежде всего я хочу приветствовать вас, дорогие участники конференции, приветствовать вашей юбилейной десятой конференции и напомнить вам, что служба детской клинической иммунологии появилась в 1995 году. То есть это был первый приказ и был большой прорыв для Украины, потому что в те годы словосочетание клинической иммунологии не воспринималось. И вот первый, так сказать, приказ о создании в ПДТ детской клинической иммунологии, конечно, это был прорыв. Я счастлив, что я был одним из тех, кто писали этот приказ, подготавливали его для последующего подтверждения. Хочу пожелать вашей ассоциации во главе с Людмилой Ивановной Чернышовой плодотворной работы, долголетия на благо, конечно, нашей родной Украины. Сегодня, когда мы говорим и когда во главе нашей конференции стоят слова иммунопрофилактика, иммунотерапия, безусловно, уместно вспомнить об иммунной системе, безусловно, хотя бы в общих чертах вспомнить ее основные функциональные возможности, резервы, как она работает. Остановиться, может быть, на некоторых новинках, которые сегодня разрабатываются, им уделяется большое внимание как в иммунопрофилактических, так и в терапевтических мероприятиях. Тем более, что это нам поможет понять механизм нового препарата, который появился у нас в Украине. Хочу напомнить вам, что иммунитет – это способность иммунной системы распознавать чужое, отличать его от своего и нейтрализовать, чтобы это чужое не могло принести вреда организму. Иммунная система для этого снабжена целым арсеналом, и один из них, одна из особенностей – это способность клеток иммунной системы мигрировать по организму. Следующий слайд. И, мигрируя по организму, распознавая чужое, иммунная система способна реализовать два типа иммунного ответа. Один из них – это неспецифический или естественный, приобретенный, как мы говорим, а второй – специфический или адаптивный, приобретенный. Следующий слайд. Для этого у иммунной системы есть два звена. Один из них – это неспецифический иммунитет, который, как вы помните, состоит из гуморального и клеточного отдела. А второй – такой же, но только специфический, где тоже есть гуморальный и клеточный компоненты. И вот говоря об этих старых, известных для вас вещах, я бы хотел привлечь ваше внимание в неспецифическом иммунитете, а в частности в клеточном звене на такой компонент, на такой резерв, как дендритная клетка. Дендритная клетка – это клетка, которая сегодня ставится во главу всей иммунной системы. Ей отводится очень большая роль на первой линии защиты. Она работает как неспецифический фактор, первая распознавая чужое. И далее она способна включить специфический иммунный ответ и таким образом объединяет две эти ветви. А в специфическом адаптивном иммунитете хотел бы ваше внимание все-таки еще раз привлечь к тому, что сегодня известны несколько субпопуляций Т-лимфоцитов-хелперов CD4-плюс клеток. И это прежде всего хелперы первого типа, хелперы второго типа и все-таки Т-регуляторные клетки. Есть и другие субпопуляции, но это устоявшаяся информация. И безусловно, ее нужно иметь в виду, когда вы встречаетесь с патологией, с иммунозависимой патологией. Следующий слайд. Еще раз, врожденный иммунитет, это понятно, мы с ним рождаемся. Это очень важный фактор защиты от инфекций. Но, к сожалению, это не специфический ответ. И, к сожалению, он не оставляет память. Следующий слайд. А специфический, приобретенный иммунитет, это уже специфический ответ на конкретный антиген, в том числе и патоген инфекционный. Остается память, и это очень важно. Потому что при повторном контакте будет более быстрый иммунный ответ. И это очень важно для понимания того, как работают те же вакцин. Дальше. Следующий иммунный ответ. Следующий компонент, это цитокины, которые позволяют очень тесно сотрудничать врожденному, не специфическому и приобретенному специфическому иммунному ответу. И эти цитокины сегодня показано, что их очень много, говоря простым языком, все больше и больше их узнается. Но есть какие-то определенные уже устоявшиеся вещи. И одна из них, это очень важно, чтобы количество цитокинов было достаточным в организме, достаточно вырабатывались для нормального иммунного ответа. Но не менее важно, чтобы экспрессировался специфический рецептор к тому или иному цитокину. И это, безусловно, надо учитывать, потому что описаны уже иммунодефицитные состояния не только по количеству цитокинов, но и по экспрессии рецепторов. Следующий слайд. И говоря о семействах цитокинов, вы видите, вы фактически знаете их все. Это интерлекины, интерфероны, которые вы часто назначаете. Это ростовые факторы, это опухольникротические факторы из них. ОНФ-альфа-мастер цитокин, который является одним из первых, которые продуцируются на уровне неспецифического иммунитета и включают защитные реакции. Это химокины, которые позволяют клеткам иммунной системе целенаправленно двигаться туда, куда проник патоген. И это трансформирующие факторы роста, которые регулируют работу иммунной системы. Следующий слайд. И говоря о важной роли цитокинов, можно сказать, что они участвуют во всей деятельности клетки. От момента, так сказать, при первом распознавании патогена и пролиферации той клетки, которую распознала далее ее дифференцировка, это тоже влияние цитокинов. Цитокинов, апоптос, программированная смерть, это тоже цитокины. Или наоборот, обеспечение жизнеспособности, это тоже цитокины. Наконец, миграция клеток, их адгезия и индукция воспаления. Все это на самом деле цитокины. Следующий слайд. И говоря о том, как их сегодня распределили для более лучшего понимания их роли, вот есть такая классификация. Есть провоспалительные цитокины. Вы видите, это интерлекины 1, 6, 8, 12 очень важный цитокин. Гамма-энтриферон, опухоль-некротический фактор. Это противовоспалительные цитокины. Это 4, 5, 13, 9 и другие. И это регуляторные цитокины, интерлекин 10 и трансформирующие факторы роста бета. Следующий слайд. И вот такая картинка, она в тех или иных вариантах проходит сейчас через всю литературу по архитектуре, по строению функций иммунной системы. И она, пусть упрощенно, но она очень точно описывает, как же все-таки развивается тот или иной сценарий иммунного ответа. Есть Т-хелперы нулевые, которые готовы к работе после выхода из тимуса. Эти хелперы нулевые получают сигнал при попадании патогена в организм от дендритной клетки. Дендритная клетка продуцирует интерлекин 12. И интерлекин 12 способствует тому, что Т-хелперы нулевые дифференцируются в хелперы первого типа и развивается клеточный иммунный ответ. Вначале это интерлекин 2 и гамма-интерферон, а затем дальше это уже естественные киллерные клетки, это уже киллерные клетки специфические. И это очень важный, безусловно, жизнеподдерживающий иммунный ответ против вирусов, против опухолей защита. Если же хелпер нулевой получает воздействие интерлекином 4, который вырабатывается в организме, в том числе тучной клеткой, тогда он превращается в хелпер второго типа. И здесь свой набор цитокинов. Это цитокины 4, 5, 13, которые способствуют развитию гуморального иммунного ответа и в том числе гиперпродукции моноглобулина Е, а значит и ведет к возможности развития атопии у данного конкретного человека. И, наконец, Т-регуляторные клетки, которые либо при контакте клетка-клетка, либо за счет своих цитокинов, интерлекин-10, трансформирующих фактор роста, способны либо усиливать, либо подавлять работу иммунной системы в тех или иных условиях. Следующий. На самом деле, все начинается с неспецифического иммунного ответа. Все начинается с того момента, когда патоген проникает через слизистую. И слизистая, это пограничная зона в 400 квадратных метров в организме, это плюс кожа. И если патоген проникает через эпителий, эпителий сам уже начинает продуцировать первые интерлекины, которые, это интерлекин первая, он F-альфа, это интерлекин шестой. И все это привлекает в эту зону, где проник патоген, привлекает клетки прежде всего неспецифического иммунитета и прежде всего дендритные клетки, которые должны распознать, что попало в организм, что дальше делать. Тревожный это сигнал или это нетревожный сигнал. Следующий слайд. Конечно же, дендритным клеткам сегодня уделяется очень большое внимание и в специальной литературе, если вы ее читаете, и увидите, как это важно. Вот как они видятся, это трахеальные дендритные клетки. Видите, они образуют типа сети такой своими отростками, которые не позволяют патогенам проникать. Это клетки лангерганца, дендритные клетки кожи. Следующий слайд. Итак, что такое дендритные клетки? Это профессиональный антиген, презентирующий клетки, основные сторожевые клетки, связывающие врожденный, приобретенный иммунитет. Конечно, когда их функция нарушается, безусловно, это причина развития снижения иммунного ответа. Следующий слайд. Они обладают способностью к миграции адгезии, продуцируют различные цитокины и молекулы костимуляции и экспрессируют различные рецепторы, в том числе рецепторы тревоги, тол-лайк рецепторы. Вот эти рецепторы тревоги или тол-лайк рецепторы, это тоже горячая точка в иммунологии общей, ну а сегодня уже и в клинической иммунологии. Показано, следующий слайд, показано, что эти тол-лайк рецепторы, они ответственны за распознавание всех тех патогенов, которые нас окружают. Неважно, это вирусы, это бактерии, там простейшие и так далее. И эти тол-лайк рецепторы прежде всего экспрессируются на клетках врожденного иммунитета и прежде всего на дендритных клетках. И дендритная клетка этими своими рецепторами, тол-лайк рецепторами, она распознает, сигнал распознает, что попало в организм, и если это патоген, тогда подается сигнал тревоги, и дендритная клетка начинает продуцировать различные провоспылительные, прежде всего цитокины и костимуляционные молекулы, которые изначально работают как неспецифические факторы защиты, а далее включают специфический иммунный ответ, способствуя созреванию хелперов первого типа. Следующий слайд. Ну и, говоря, уже переходя к следующей части своего доклада, я хочу напомнить вам, все-таки, какие чаще всего фигурируют в литературе причины рецидивирующих респираторных заболеваний. Это нарушение хемотаксиса клеток неспецифического иммунитета, то есть клетки плохо мигрируют. Это нарушение фагоцитоза, это дефицит клеточного иммунитета, например, снижение основных популяций, и в том числе регуляторных популяций, CD4, CD8. Дальше это пролиферативная активность, которая является начальным, очень важным звеном иммунного ответа, в том числе и при вакцинации. Плохая пролиферация клеток, плохой иммунный ответ на вакцину. А он связан, вы помните, с интерлекином вторым и с рецептором к интерлекину второму, потому что будет много интерлекина-2, без рецептора, все равно не будет пролиферации клеток. Это, наконец, первые интерфероны альфа, последующий интерферон гамма, который продуцируется хелперами первого типа, естественными киллерными клетками. Ну и, конечно же, это дефицит гуморального иммунного ответа, и это, прежде всего, секреторные иммуноглобулина. Следующий. Вот, говоря о том, что частота рецидивирующих респираторных заболеваний не снижается, а некоторые сезоны она превышает среднегодовые, безусловно, поиски препаратов, которые влияют на иммунную систему, продолжаются, и я думаю, что будут, наверное, продолжаться. И вот один из них, новый препарат для нашей страны, для Украины, это иммунорекс, который представляет собой его название педатимод, это синтетический депептид, и по фармакологическому действию это модификатор биологического ответа с иммуностимулирующим эффектом. Следующий слайд. Я уже говорил и на своих конференциях, которые я провожу как президент общества иммунологов взрослых, что, наконец-то, у нас в стране появился препарат, о котором приятно говорить. Ведь сейчас я как раз имею в виду доказательную клиническую базу, которую имеет иммунорекс. Проведено более 50, около 60 плацебо-контролированных клинических исследований, которые, безусловно, очень важно и раскрывают и клиническую, и иммунологическую сторону действия иммунорекса. Сейчас я буду говорить о некоторых из этих исследований, но возьму только иммунологическую часть, потому что о клинической стороне действия этого препарата будет говорить профессор Лапшин. Но все те статьи, которые я буду цитировать, это плацебо-контролированные, слепые, двойные исследования. Вот, в частности, один из них. Что получили здесь? Следующий слайд. Здесь было показано, что при назначении иммунорекса активность химотаксиса, нитрофилов у больных в остром периоде под влиянием иммунорекса достоверно увеличивалась. Следующий слайд. Активность фагоцитоза у больных, у этих же больных, также достоверно увеличивалась. Следующий слайд. Еще одна работа. Следующий слайд. Здесь показано было, что у больных, которые получали иммунорекс, увеличивалось количество Т-лимфоцитов хелперов среди 4 клеток, снижалось количество среди 8 клеток и, в конце концов, нормализовался так называемый иммунорегуляторный Следующий слайд. Здесь очень важная работа с моей точки зрения, показывающая, что под влиянием иммунорекса активируются Т-лимфоциты CD3-плюс клетки, и вот здесь показан индекс стимуляции Т-лимфоцитов на этой кривой. Следующий слайд. В этой работе показано, что не только активируется пролиферация и продукция, совместно с этим активируется и продукция интерликина 2-го, и рецепторы к интерликину 2-го, это CD25-й. Следующий слайд. Вот интересные данные, работа в которой была показана, что под влиянием иммунорекса усиливалась активность естественных киллерных клеток. Следующий слайд. В этой работе показано, что под влиянием иммунорекса продуцируются достоверно активнее альфа- и гамма-интерфероны. Следующий слайд. Здесь показано, что педотимод усиливал ФГА-стимулированную пролиферацию Т-лимфоцитов, а также продукцию интерликина 2-го у больных с опухолями. Хочу сказать, что я выбрал сначала только работы, связанные с респираторными заболеваниями, но есть очень много работ, показывающих активность педотимода иммунорекса и при другой патологии, в частности опухоли. Показано его влияние, иммунопрофилактическая роль у пожилых больных в осенне-зимний период, которые принимали иммунорекс и у них была достоверно реже инфекционная патология этого периода. Следующий слайд. Ну и наконец последние работы, это уже буквально работы последних лет, которые показывают, что, и они продолжаются сейчас, что по всей вероятности иммунорекс является той субстанцией, которая усиливает иммунные ответы. Это связано с модуляцией именно дендритных клеток через тол-лайк рецепторы. Следующий слайд. И если говорить, если суммировать все об иммунорексе, о механизме действия этого препарата, то можно сказать, что прежде всего иммунорекс воздействует на дендритные клетки, на монастарно-макрофагальный ряд клеточек, и это сопровождается усилением фагоцитоза, в том числе и кислородозависимого. Это сопровождается повышением продукции фактора некроза опухолей, альфа-интерферона. Следующий слайд. Вслед за этим активируются естественные киллерные клеточки, как еще одна линия неспецифического, первая линия иммунного ответа. Естественные усиливаются их киллинговые функции. Они вырабатывают гамма-интерферон. Следующий слайд. Далее включаются хелперы первого типа, которых мы уже говорили с вами, под влиянием воздействия интерлекина 12-го, альфа-интерферона, фактора некроза опухолей, которые в свою очередь повышают продукцию интерлекина 2-го, экспрессируют рецептор к интерлекину 2-го более активно, отвечают на конконавалин и ФГА более мощным пролиферативным ответом, которые продуцируют гамма-интерферон и их продукция интерлекина 6-го, как провоспалительного эффекта, снижается. Следующий слайд. Ну и на следующем этапе включаются Б-лимфоциты, гуморальный ответ, который сопровождается повышением антител и повышением продукции секреторного иммуноглобулина А. Следующий слайд. И работы по изучению механизма действия иммунорекса продолжаются. Я думаю, что мы будем еще встречаться и говорить о механизме действия иммунорекса. Следующий слайд. И вот суммируя это все, можно сказать, что иммунорекс способен воздействовать как в острой фазе заболевания на иммунную систему, поддержать не специфический, прежде всего, иммуноответ. И далее уже при длительной иммунотерапии повторных инфекций способен снять вот этот порочный круг и уменьшить количество рецидивов. Следующий слайд. Спасибо.